Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Это межа, это великий украинский мор. И люди, которые привыкли читать, это как раз час для того, чтобы они перейли на витчизняный продукт. Это звучит банально, но, правда, это банальность очевидности. И, естественно, экономика этому не очень поддерживает, но вместе с тем, если видевцы являются достаточно мускулястыми, то они это подхопят. Потому что много людей, которые живут переважно русской книжкой, сегодня ее не хотят читать просто из идеологических меркуваний. Музыка Вечер Олега Лешеги, я очень любила его вирши. Это, в принципе, мій земляк, я себе даже цитату из его вирша сделала таким життєвым кредом. Вон звучит так. «Поки не поздно, бейся головою обліт». Там далеко пробивайся, вибивайся, а ты побачишь прекрасный свет. Ну, я собі так воно для мене, що це мені дуже підходить. А в 19.30 просто будем відкривати виставку Віктора Гурняка. Це був один з моих дуже-дуже близких друзів. На жаль, він загинув на війні 19 жовня 2014 року, був фотокореспондентом. І там повісили вісім фотографій якраз на стенді Гурманського телебачення, щоб люди нагадали пів року Віктора нема з нами. Тому, ну, як би, трохи така, якась важлива річ. Ну, і десь зачеплю трохи якусь презентацію. Ну, а взагалі я просто помираю від любові до книжок. Више, у мене навіть є така проказка. Я дуже люблю, я не пропускаю, в принципі, якісь літературні події. Дякую за перегляд! Ну, мне кажется, здесь каждый год что-то всегда можно найти интересное. И особенно вот та литература, да, которая может быть полезна, интересна для людей, которые не так погружены в понимание того, что происходит в украинском литературном рынке и бизнесе. Для меня, например, это стало интересным, потому что вот сколько лет я жил в Донецке, у нас там, ну, не было фактически украинской, украиноязычной литературы. Здесь можно посмотреть что-то найти и понять вообще, что происходит на внутреннем рынке художественной литературы в Украине. Ну, вот такая возможность есть. Завтра хочу прийти, но не на украинского, а на Шендеровича. Но он тоже украинский, можно сказать. А чем он у вас интересует? Ну, очень близко. То, это трактовка политики, которую он дает у себя в блоге, в своих произведениях, к тому, что происходит сегодня на востоке Украины, потому что все-таки та часть, она интегрирована в информационное и литературное пространство как раз больше Российской Федерации, так сложилось исторически. И то, что он сегодня будет здесь, завтра, это очень показательно и хорошо для интеграции той части в общеукраинский наш дискурс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Я могу сказать, что в этом году она просто гигантская. В этом году на мою память какая-то большая концентрация премьер. Тобто купа книжек творилась и створилась специально для книжкового арсенала. Война, криза и так далее. На самом деле культура работает и, по-моему, это очень закономерно, потому что где еще мы могли бы черпать силы для борьбы, для работы как волонтеры и так далее, как не в читании. Если вы любите поэзию, то это точно поэтичная сцена на дворе, на подверье книжкового арсенала. Целый день, з ранку до вечера, каждого дня там подбиватимутся поэтичные читания. И впервые мы таки экспериментом делаем, и мне кажется, это виправданно. Точно важно обратить внимание на исторический лектор, которым этого года опьянулася Олена Брайченко. Она собирала десяток историков, и историков мистецтва, и историков, и так далее, которые почитают лекции на не разнообразительные темы. От формирования нашей исторической памяти до борьбы с травмами, которые мы все получили внаслідок, например, войны. Также точно нужно обратить внимание на дитяную программу. Она сделана таким чином, что в ней величезное место занимают майстерни. Майстерни для батьков, выхователей, психологов и майстерни для детей. Это место, где можно пройти всей семьей. Родина. Цензури я не делаю как кураторка. То есть, если посмотреть на программу, украинскую литературу, но я не говорю про международную, потому что это не моя зона компетенции, так же не говорю про дитячую, но в украинской литературной программе представлено, на самом деле, очень много поглядов, иронично острых, неполиткоректных часто, и на вплоти абсолютно направленных на понимание, и толерантность, и так далее. И еще много подобных спектр, я могу назвать. Мені особисто, как кураторце, например, не все вещи подобаются, и это нормально, потому что никому не могут подобаться все вещи. И мне важно, и вообще все команды мастерского арсенала, и фнашкового арсенала, важно, что это пространство для обмяну идеями, это пространство для того, чтобы звучали голосы, для того, чтобы мы их слушали, и для того, чтобы отбывался этот обмян, в найширшому значении этого слова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА